Магаданские школьники сдали единый государственный экзамен по профильной математике. В 24-й гимназии его писали 53 выпускника. По словам сотрудников школы, выбрали этот предмет те, кто планирует поступить в ВУЗ. Вадим Кальченко в этом году окончил английскую гимназию на четверки и пятерки, планирует поступить в Калининград и связать свою жизнь с информационной безопасностью, поэтому сдает русский, информатику и профильную математику. 10-й класс посвятил подготовке к ЕГЭ. В 11-м, рассказывает парень, расслабился. Особенно было тяжело сосредоточиться во время режима самоизоляции. Тем не менее, выпускник уверен, что экзамен написал хорошо. Вадим говорит, что проблем с написанием математики не возникло. Экзамен проходил хорошо, нам назначили время. Одна школа приходила к 9-ти, у нас был промежуток с 9-ти до 20-ти, у другой школы с 9-ти до 9-ти, по-моему. Все, мы пришли, нас запустили, все организовано, четко. Слаженно пришли в кабинет, дезинфекция рук и так далее. Расселись, нам зачитали правила, распечатали бланки. Как обычно, все хорошо, прошло замечательно. Провели экзамен с учетом всех санитарных норм. Ребята, как в здание школы, так и в аудитории, заходили по очереди. Организаторы и наблюдатели были в масках и перчатках. Школьники же надевали их по своему усмотрению. В каждой аудитории должно находиться не больше 10 человек. Надевать маски или нет, решает сам выпускник. В аудитории предусмотрены антисептики, а в холле – рециркуляторы воздуха. Здесь все четко по времени. В 9-45 ответственный получил диски с заданиями. В 10 часов распечатали комплекты документов на каждого ученика. После того, как ребята заполнили все бланки, начался экзамен. В этом году его писали почти 4 часа. Ребенок мог принести с собой в аудиторию воду, маску и перчатки. Ребенок с собой в этом году имеет право, ну, конечно же, вода в закрытой бутылочке обязательно. Не возбраняется, если он придет в перчатках и в маске. Это допускается. Ребенок может с собой принести шоколадку, но скушать ее может или у нас в штабе оставляет, или у организатора. То есть вне аудитории, чтобы не мешать другим ребятам. Как рассказывают работники пункта ЕГЭ, в этом году особых отличий от прошлых лет по организационной части не было. Выпускники также проходили через металлоискатель, в аудиториях установили видеонаблюдение. Заданий меньше не стало. Однако в этом году уже абитуриентам повезло больше. Специально для них по распоряжению президента было открыто свыше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах. Результаты ЕГЭ выпускники узнают в середине июля. Елизавета Сипаилова, Вероника Инушкевич, Магаданское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова